Всем привет! Наконец-то вышла бесплатная версия Wave. Дождались мы этого момента все-таки. Спустя 3 месяца они сделали релиз. Конечно, он был немножко раньше, на неделю раньше, но тогда был релиз платной версии, то есть премиум. И сразу вы у меня спросите, в чем отличие между премиум версией и обычно бесплатной? Разницы я в принципе никакой не заметил. Единственное, что отличие только по функциям. Там, короче, больше функций. И в основном премиум версия хорошо подходит для разработчиков скриптов. То есть, если вы разработчик скриптов, то премиум версия вам очень сильно пригодится. Но если вы вдруг не создаете скрипты, то покупать смысла нет. Потому что неделя премиум версии стоит 7,5 долларов. То есть, это где-то 700 рублей. А на месяц, если покупать, примерно 2,5 тысячи стоит. Плюс-минус. Может быть дешевле, может быть дороже. У всех там продавцов по-разному. Но сразу говорю, не стоит платить за это деньги. Если есть бесплатная версия, она работает, ей можно пользоваться. Значит, пользуйтесь ей. Потому что лишними деньги никогда у вас в кармане не останутся. То есть, лучше их на какое-то благое дело потратить, чем покупать премиум версию. От которой толку 0. Значит, давайте перейдем к сути ролика. Чтобы скачать читвейв, переходим по ссылке в описании на мой сайт. Далее заходим во вкладку Exploits. Заходим на сам чит. И нажимаем кнопочку Get. У нас скачивается лаунчер. Вот он появляется в загрузках. Так, давайте дальше. Я сейчас создам папку для этого чита. Дальше перекидываем в эту папку, получается, установщик. Далее обязательно, перед тем, как вы будете его запускать, его нужно запустить от имени администратора. Это обязательно. И перед этим еще нужно выключить антивирус. Потому что, если вы его запустите через обычную версию, то есть, через обычное открытие, и будет у вас еще плюсом включен антивирус, у вас он может установиться некорректно, неправильно. И тем самым он из-за этого может не работать, либо выдавать какие-то ошибки. Как видите, у меня открылся, получается, установщик. Далее нажимаем кнопочку Install. И остается только ждать, когда установится сам чит. Примерно занимает это около трех минут. Может быть, чуть-чуть меньше, может быть, чуть-чуть больше. Так, давайте сейчас у меня чит установится, и мы с вами продолжим. Так, все, чит у меня установился. Кстати, довольно быстро, буквально в течение минуты. Странно очень, потому что я до этого пробовал, когда устанавливать, он у меня больше пяти минут устанавливался. Ну ладно, не суть. Дальше нажимаем кнопочку Next. Запускается у нас получается чит. Если у вас нет вдруг аккаунта, вам его нужно зарегистрировать. А если у вас есть аккаунт, то заходите уже на существующий, если вы вдруг уже зарегистрировались. Вот здесь вот во вкладку регистр переходите, нажимаете ее и здесь регистрируетесь. Так, но я уже зарегистрирован. Сейчас мне осталось только войти в свой аккаунт. Так, секунду. Так, надеюсь, пароль правильный. Да, все правильно. Отлично. Сразу тут какая-то ошибка появилась. The process. Witcher Clown not be started. Почему-то он пишет, что процесс не запущен. Вот уже первая ошибка появилась. Скорее всего, наверное, придется установить какие-то драйвера, чтобы он работал. Сейчас я попробую эти драйвера найти, установить. И если что, потом нужны драйвера. У кого такая же ошибка, я их оставлю в описании. Короче, разобрался с этой проблемой. Проблема заключалась в том, что мне нужно было какую-то фигню обновить. Я посмотрел видео, как это делается. Я обновил. В принципе, все просто. Короче, смотрите, если у вас такая же проблема была, как у меня, в поиске пишите по-английски k-k-a-c-m-t. Появляется вот такая фигня, командная строка. Мы запускаем ее от имени администратора. И вставляем сюда вот такой текст. Я его оставлю в описании. Когда вы его вставите, нажмите кнопочку Enter. И после этого у вас обновится, получается, что здесь написано будет. База данных какая-то восстановлена в исходное состояние. Вот, и мне это помогло. Как видите, у меня чит работает, все отлично. И никакую ошибку не показывает. Так, ну что же, давайте теперь его тестировать. Так, заходим в Roblox наш любимый. Так, давайте сразу проверим активацию скрипта на AdWars. Вот, мне интересно, сможет этот скрипт чит поддерживать или нет. Сейчас мы это узнаем. Вот такой скрипт буду использовать. Он многофункциональный и довольно требовательный. И сейчас мы с вами узнаем, сможет чит запустить этот скрипт или все-таки нет. Так, заходим в сам режим. Сейчас, секунду. Поехали. Так, ну, у меня довольно большие ожидания от этого. Я надеюсь, все получится, все будет четко. И скрипт сможет запуститься. Потому что до этого, 3 месяца назад, когда я пробовал запускать этот скрипт, чит, к сожалению, его не поддерживал. Либо он довольно требовательный был, либо просто чит еще не был настолько, типа, доработанный, что не смог его запустить. Но сейчас мы об этом с вами узнаем и посмотрим. Так, все, зашел. Карта довольно долго прогружается здесь. Так, заходим в сам чит. Нажимаем кнопочку Inject. Так, надо сначала найти, где этот Inject. А где он находится? Стоп. Так, давайте этот скрипт пока удалим. Ставим вот этот, который я скопировал. Так, а как мне в итоге Inject сделать? Секунду, что-то я туплю. Причем жестко туплю. Не могу понять. Это что у нас? Нет, это что-то другое. Так, а вообще, по идее, Inject, скорее всего, должен быть автоматический. Но только почему-то он не произошел. Сейчас, секунду. В настройки зайдем, посмотрим, что здесь находится. Что-то ничего не понимаю сейчас. Секунду, надо разобраться. Так, давайте заново перезайдем. Потому что, по идее, вроде как Inject должен быть автоматический. Но не факт, может быть, есть кнопка. Просто я сейчас сам первый раз пользуюсь этим читом. Я до этого не пользовался. Вообще ни разу. Даже когда вышла премиум версия. Типа, я в него особо даже не заходил. Не смотрел, что здесь находится. Так, кстати. Уже довольно большой плюс то, что скрипт сохранился. Который я до этого здесь писал. Это очень хорошо. Так, давайте попробуем активировать. Select Client, чтобы... Фактировать скрипт. Окей. Что здесь надо сделать? Я не понимаю. Так, здесь, типа, есть бот-помощник. Давайте спросим, типа, как сделать Inject? Я даже не знаю, как по-английски-то спросить. Так, давайте через переводчик. Секунду. Так, сделать Inject. Ну-ка, сейчас посмотрим, что он ответит здесь. Ничего не понял, то, что здесь написано. Мой английский, конечно, очень плохой. Я его вообще не знаю. Так что... Строго не судите. Так, это сохранение файла. А это добавление файла. Типа, открытие файла. Окей. Что мне здесь делать-то надо? Так, я не сюда зашел. Как сделать Inject? Так, здесь у нас ключ активируется. Это не то. Так, давайте, короче, сейчас попробую разобраться. И мы с вами продолжим. Короче, вроде как все нормально, я разобрался. Сейчас попробуем заново зайти, и по идее должен случиться Inject. Искал, короче, решение проблемы, она оказывается очень легкая, это решение проблемы. Нужно было просто перезайти в чит, то есть его закрыть и заново открыть. И после этого у меня начал работать Inject. Ну вот сейчас посмотрим, сейчас он сработает или нет. Но по идее должен сработать. Так, давайте скрипт еще раз скопируем. Так, ошибка. Стоп. Стоп. Вот сейчас я прикола не понял. Если у меня сейчас еще эта ошибка не пропадет, я буду вообще в шоке, если честно. Да, не пропадает. Так, давайте еще раз попробуем зайти. Так, вот, как видите, в чите здесь пишут, что Inject был вроде как сделан. Но, типа, да, Inject вот есть, все отлично. То есть он уже Inject, то есть нужно было всего лишь перезайти в чит, то есть заново открыть его и закрыть. Но в Роблокс у меня теперь почему-то не заходит. То есть одна проблема за другой. Одну проблему решил, исправил, в итоге появилась другая проблема. Но это, конечно, трэш полный. Ну ладно. Так, почему-то не хочет заходить. Давайте попробуем зайти в другой режим. Может быть получится это сделать. Есть у меня еще одно решение проблемы. Опа. Нет, не получилось зайти. Сейчас, короче, попробуем давайте зайти в этот режим тогда. В фишинг симулятор. Если сюда не получится зайти, сейчас попробуем кое-что сделать. Есть у меня одна идея, как это можно исправить, пофиксить. Но не факт то, что она поможет. Так. Держу кулачки. Нет. Уже не держу. Не получилось зайти. Окей, давайте тогда откроем. Получается диспетчер задач. Я думаю, в принципе, вы знаете, как он открывается. И здесь должен быть запущен процесс Роблокса. Если он вообще запущен. Так, вот. Нет, это я не сюда зашел. Он должен быть здесь. Но здесь я его не вижу. Так, ладно, давайте еще раз попробуем запустить. Если не получится, сейчас опять буду решение проблемы искать этой. Что с этим делать? По идее, должно быть все нормально. Но почему такие вот приколы случаются, вот это я, конечно, не понимаю. Да, не заходит. Так, короче, давайте сейчас буду искать решение этой проблемы. И дальше мы с вами продолжим. Короче, как я понял, скорее всего, решения этой проблемы нету. Я сейчас полазил, поискал. Короче, как я понял, скорее всего, решения этой проблемы нету. Я сейчас полазил, поискал, что можно с этим сделать. В итоге ничего не нашел. Так же у меня есть предположение, что эта ошибка такая, то что она уберется потом сама со временем. То есть нужно подождать минут 30, либо час. И только после этого она должна пропасть. То есть больше другим способом ее никак убрать нельзя. Так что извините то, что получилось такое некачественное видео. Я сам понимаю то, что снял какую-то фигню по факту. Просто показал, как скачать, а как использовать, к сожалению, нет. Но вот такие вот приколы. Надеюсь, разработчики все настроят, все сделают правильно. И потом следующее видео, которое я выложу, уже будет намного качественней. Самое главное то, что я показал, как скачать. А дальше, в принципе, пользоваться этим читом, я думаю, вы сами сможете, справитесь, поймете. Там сложного ничего нету. Просто заходите в игру, и автоматически должен происходить инжект. Если он автоматически не происходит, то уже нужно искать какое-то решение. В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Избан. Всем удачи и пока.